В очередном матче сыграют команды Спартак Ю-17 против Углекома. Спартак Ю-17 идет на 9 месте. У них 9 игр, 1 победа и 8 поражений. Углеком занимает 5 место. У них 12 игр, 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Кто победит в этом матче, сейчас узнаем. Обе команды начали весьма осторожно. Никто лишний раз не рискует. Но несмотря на это, в самом начале оба коллектива уже могли забивать. Углеком с первых секунд начал прессинговать соперника. Мяч держат хорошо обе стороны. Игра очень вязкая. У обеих сторон обильное количество моментов. Но все же первый тайм закончился буднично. Счет 0-0. Планировали встречать соперника очень жестко на своей половине. Опять же, была задача победить, не проиграть матч. С одной задачей справились, со второй, к сожалению, не удалось. У нас, в принципе, не получилось сегодня абсолютно ничего. Мы крайне недовольны результатом. Команда расстроена, огорчена. Не забили, не рисовали свои моменты, которых было, в принципе, достаточно. И по итогу не довели игру до логического завершения. Поэтому для нас это потерянные очки и потерянные всем соперникам, где мы терять их будем не должны. Во второй половине игра сильно не поменялась. Все так же продолжалась тактическая борьба. Забить никому не удается. Было несколько перекладин подряд. Мяч упорно не шел в ворота. Спартак Ю-17 имел стопроцентный шанс забить. Выход 2 в 1 с вратарем, но игрок решает пробить сам, вместо того, чтобы отдать передачу на партнера. И попадает к точного вратаря. Эмоций силовой борьбы во втором тайме также стало больше. В итоге матч закончился со счетом 0-0. Была очень тяжелая игра. Могли выигрывать, было уйму моментов. Я в первую очередь хотел бы извиниться перед своей командой за то, что по факту из-за меня была ничья. Поблагодарить свою команду за очень трудоемкую игру. Тренер поставил задачу не пропустить гол. Мы с задачей справились. К сожалению, впереди сил не хватило. Нам не удалось забить. У нас команда всегда играет в такой, скажем, мужской футбол. А так как здесь возраст соперников очень юный, нам было достаточно легко навязать свои бойцовские качества. Но, к сожалению, бойцовскими качествами только не выиграешь игры. Поэтому нужно еще забивать голы, которые мы сегодня, к сожалению, не забили. Роман Бароненко, Телеканал «Оплот».